Субтитры создавал DimaTorzok Если Высший Аллах ведет заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику Мухаммаду салли Аллаху алейху ассалям и всем тем, кто последовали за ним до судного дня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. И, поистине, тот, кто повинуется Аллаху, его посланнику, он преуспеет. О, те, которые уверовали. Всевышний Аллах, Субханаху и Та'ала, говорит в Коране, «Ба'дь аузу биллэхи минэс шейтанирраджим. «Ва юсаббиту Аллаху ладзина аамануу бил кавлиссабит фил хаяти ддунья ва фил ахира. «Ва юзыллю Аллаху з'алимина, ва яф'алю Аллаху ма яша». Всевышний Аллах говорит, «Те, которые уверовали, Аллах укрепит их стопы, укрепит их языки в этом мире и в будущей жизни. И Аллах, те, которые совершают несправедливость, ведет их в заблуждение. Поистине, Аллах делает то, что пожелает. Этот аят, аят, о котором говорили много сподвижников, о том, что он вдохновляет и побуждает верующего к тому, чтобы быть постоянным. Радоваться милости Аллаха, когда Аллах открыл сердце человека к исламу и желать покинуть этот мир в лучшем и наилучшем состоянии. Аллах говорит, «Юзаббиту Аллаху ладзина аману». Аллах укрепляет тех, которые уверовали, «бил каулис саббит». Уверенным словом. В этом мире и в будущем. В этом мире означает, Аллах, субханаху ата'аля, если человек, правдив с Аллахом в своей вере, когда мы говорим, правдив с Аллахом, мы не говорим о том, что каждый из нас считает, что он мусульманин. Правдив с Аллахом, когда ты остаешься с предписаниями Аллаха и запретами Аллаха один на один. Ведь соблюдать предписания ислама в коллективе намного легко. Потому что мы друг друга побуждаем. Но когда ты остаешься сам на сам, и перед тобой предписания Аллаха и его запреты, насколько стойко твое сердце в выполнении предписаний, либо же в оставлении запретного. Либо когда к тебе подкрадывается шайтан с научением, совершить запретное, либо же оставить повелеваемое Аллахом. Вот твоя правдивость и твоя настоящая вера проявляется именно здесь. И твоя правдивость Аллахом проявляется именно здесь. У тебя ведь всегда есть выбор. Если перед тобой стоит вопрос совершить харам, выпить спиртное, совершить прелюбодеяние, украсть, убить, либо же ограбить, либо же заработать деньги запретным методом. Ты знаешь, что это харам, но твое сердце выдержит этого, либо нет. Устоять, не совершив этот поступок. И наши сердца способны устоять, либо нет, по причине нашей правдивости с Аллахом. По причине нашей искренности перед Аллахом. И также в вопросе выполнения предписаний намаза, поста, хаджа, заката и тому подобное. ты можешь не совершить намаз. У тебя есть выбор. Ты можешь его отложить, сказать, я молод, при этом стуча себя в грудь, что ты мусульманин. Ты можешь пропустить намаз, проспать его специально, а можешь этого не делать. Но можешь или не можешь, все зависит от твоей правдивости в душе с Аллахом. Сможешь ли ты себе это позволить, либо нет, за это отвечает твой иман. Когда ты сказал, я мусульманин, о Аллах, я уверовал. И поэтому Аллах, субханаху ва та'аля, те, которые правдивы с Аллахом, Аллах их укрепляет. Для него выстоять в этот момент является легким. Если это вопрос при любодеянии, он закрывает глаза, отворачивается или говорит, я боюсь Аллаха, или не приближается туда, или к спиртному, или к запретному, к расставщичеству, к воровству и тому подобное. И также с намазами. Он себе никогда не позволит пропустить намаз. Потому что он понимает, что Всевышний Аллах предписал намаз свыше Семьи Небес. Не просто так. Значит, Аллах не позволяет нам пропускать намаз. И таким образом человек стоек. И если он с Аллахом правдив, тогда Аллах будет правдив с ним и будет его укреплять. Но если он мусульманин, два часа не мусульманин, три часа, или день мусульманин, день не мусульманин, то такого Аллах, субханаху ва-та'аля, не укрепляет. Почему мы говорим день мусульманин, день не мусульманин? Это означает, что если ты выбрал путь, путь Аллаха, не оставляй его. Сколько молодежи сегодня, или сколько людей сегодня, которые пренебрегают намазами, они только приходят в пятницу, чтобы почитать намаз, или вспоминают о Аллахе, о Исламе, что он мусульманин, только месяц Рамаван. Не важно, кто ты по национальности, ты араб, или турок, или крымский татарин, или ты кавказец, не важно. У тебя нет оправдания. Ты не лучше других остальных. Очень много мусульман пренебрегают женитьбой. Они приходят читать Никах, когда он пожил с ней пару месяцев, и понял, что он любит ее. А потом приходит и говорит, шеек, почитайте нам Никах. Она Ислам, иншаллах, примет. Или она христианка. Зачем Никах читать? Уже он был. Без этого было уже. Пусть будет. Если ты себе позволил это вначале, почему ты не можешь себе позволить дальше? Ислам – это не игрушка. Ислам – это правдивость твоя с Аллахом. Посланник Аллаха, салли Аллаху салям, говорит, когда мусульманин, ворует он не мусульманин. Когда он пьет, он не мусульманин. Это говорит о том, что его иман покидает. Раз он опустился до такого уровня. Как чувствовать себя мусульманином, когда на Новый год весь день, извините за выражение, бухал, пил, гулял, очнулся, альхамдуллах, мусульманин, тауба сделают. Да, ты тауба сделаешь. Но успеешь ли? И поэтому Аллах, субханаху ата'аля, говорит, и Аллах укрепляет тех, которые уверовали, то есть были правдивы с Аллахом, в будущей жизни. Когда будущая жизнь? Когда только ты попадешь в могилу? Когда тебя твои родственники, твои друзья, близкие закопают и уйдут? Ты услышишь топоты их шагов, как они покидают тебя? И придут к тебе два ангела, которые усадят тебя и скажут тебе, кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто тот, кто был послан к тебе? Если ты был правдив с Аллахом в этой жизни, был мусульманином, настоящим, а не по сезону года или по настроению, то Аллах тебе тогда даст укрепить тебя и даст тебе возможность сказать, мой Господь Аллах, моя религия Ислам, мой пророк Мухаммад. Салли Аллаху алейхи вассалям. Ты даже не запнешься и перед тобой откроются врата рая. Тебе укажут на твое место в раю, тебя оденут в райскую одежду и усадят тебя в райское ложе. Но если ты был с Аллахом неправдив в этом мире, ты там будешь просто мычать. Как об этом сказал посланник Аллаха, человек скажет, ах, ах, я не знаю, люди говорили, я повторял за ними. Важно, как ты живешь и важно, как ты умрешь. Ведь в этом положении ты воскреснешь. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, говорит, верующий, как он будет жить, так он и умрет, а как он умрет, так он и воскреснет. Хосналь-Хатима, благой конец, это величайший признак, огромный признак праведности человека. Сколько мы видим в различных роликах, как люди умирают в намазе, читая Кур'ан, совершая хадж, умирают на дихаде, потому что их образ жизни был именно этот. Потому что они были правдивы с Аллахом по-настоящему, и Аллах забрал их в этом состоянии, чтобы воскресить их в этом состоянии. Ведь посланник Аллаха салли Аллаху алейхи вассалям сказал, человек воскреснет ровно в том положении, в котором он умер. Умереть, будучи молящимся, будучи читающим Кур'ан, это милость Аллаха, это признак благого конца человека, за которого следует радоваться. Но представь себе, если ты умрешь, когда ты пьешь спиртное, когда ты прелюбодействуешь, когда ты оставляешь намаз, оставляешь предписание, если Аллах тебя заберет в этот момент, ты же именно в этом состоянии и воскреснешь. И поэтому последствия последствия правдивости с Аллахом. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, держите за верфь Аллаха, то есть за религию Аллаха. Это говорит, если ты сказал, о Аллах, я уверовал, то будь стоек на своем пути. Не будь мусульманином настроении. Сегодня я намаз не почитаю, месяц не читаю, потом проснулся, почитаю, намаз пропущу, ладно, завтра когда-нибудь почитаю. И таких много среди нас. Когда он молится, только по пятницам. Когда он мусульманин, только в Рамадан. посланник Аллаха, салли Аллаху алейху саллим, в хадисе говорит, если Аллах полюбит своего раба, задайте себе вопрос, что ты должен сделать, чтобы Аллах полюбил тебя? Задайте себе этот вопрос. Когда вы желаете, чтобы вас полюбил человек какой-то, вы знаете, как к нему нужно подойти. Если это женщина, вы хотите жениться и тому подобное. У Аллаха, субханаху ата'аля, заработать его любовь, возможно, только посредством фарзов, а затем нафиля. Фаррак Мухаммад, салли Аллаху алейху саллим, говорит, если Аллах кого-либо полюбит, то Аллах его использует. Сподвижники сказали, о посланник Аллаха, что означает использует? Фаррак Мухаммад, салли Аллаху алейху саллим, говорит, Аллах даст ему возможность совершить благое дело. Аллах приведет его к этому делу, а затем заберет его жизнь. Аллах умертвит его на этом благом деле. Но когда, когда он был правдив с Аллахом, ты не знаешь, что тебе сделать, но Аллах даст тебе проект, даст возможность дать садака, даст тебе время сесть, открыть Кур'ан, почитать, дополнительную сумму сделать, и в этот момент Аллах тебя заберет. это щедрость Аллаха к своему Робу. Ведь мы много видим, как умирают люди, будучи в намазах, и как они умирают, будучи танцуя, умирают, совершая прелюбодеяние, от наркотиков, от передоза, от пьянства и тому подобное. Но при этом эти люди, они будут себя убеждать, а их сайтана обманывает, что они мусульмане. И он говорит, Аллах же прощающий, Аллах простит. Ты воскреснешь в этом состоянии, даже если ты скрывался. Все люди, когда воскреснут, они увидят, что ты в этом состоянии и умер. У тебя жизнь была такая. И поэтому Аллах, субханаху ва-та'аля, говорит, Аллах укрепляет должным словом, крепким словом, тех, которые уверовали в этом мире и в будущем. И те, которые были несправедливы, Аллах вводит их в заблуждение. Те, которые несправедливы к себе, к другим, к Аллаху, Аллах говорит, я их ввожу в заблуждение. Одно из заблуждений, это когда человек питает пустые надежды. И Аллах делает все, что он пожелает. Просить у Аллаха, субханаху ва-та'аля, стойкость, искренность и прощение. Ведь Аллах прощающий, милосердный. Альхамду лиллахи, Раббил а'аламин. Ассалаху ва-ссаламу аля ашраф и анбиаи и мурсалин. Набиина Мухаммаду аля алихи и сахбихи и субхи и субхи. И субхи. Аллах субханаху ва-та'аля говорит в Куране «Инна лазина калу раббун Аллах ثум астакаму татаназзалу алихиму альмалайкату аля тахафу ва ла тахзану ва обширу бильджаннати лати кунтум ту адун Те, которые сказали наш Господь Аллах Те, которые то есть уверовали сум астакаму затем держались прямого пути и были в этом стойкими постоянными Аллах говорит на них снизойдут ангелы на них снисходят ангелы которые говорят им не бойтесь и не печальтесь и возрадуйтесь раю который был обещан вам причина рая причина дуа ангелов за тебя причина твоего отсутствия страха и спокойствия в этом мире и в будущем это твоя вера это твой иман приходится слышать как люди говорят зачем вдаваться в религию так с головой поверхностно нормально главное джума сходи намаз почитай надо за компанию выпей ничего страшного раз два это разве игра разве мы играем с друг другом нет ты играешь с Аллахом и ты думаешь долго будешь смотреть когда Аллах будет наблюдать что ты играешь с ним нет человек такой получит по шапке уже в этом мире человека Аллах уже накажет в этом мире и когда человек оставляет намаз совершает харам употребляет спиртное прелюбодеяние а затем говорит о Аллах за что мне эти испытания задумайся почему человека выгоняют с университета увольняют его с работы он не может снять себе жилье он не может себя прокормить он не может найти работу и таких нас много неважно кто мы по одной национальности арабы турки кавказы крымские татары кто бы ни бы ни были вопрос религии это не вопрос национальности и в исламе нет понятия поверхностный ислам или ислам немного ислам есть он один и отсутствует понятие традиционного ислама ислам он один он такой какой он есть либо ты уверовал либо ты не уверовал молитва намаз является причиной того чтобы ты вошел в рай посланник Аллаху говорит тот кто будет совершать две прохладные молитвы он войдет в рай это фаджр и аср означает если человек эти молитвы совершает то он и другие остальные будет совершать если прописано верующим в определенное время и нету для него другого времени о те которые уверовали благой конец в нашей жизни это показатель для нас самих что нас ждет завтра и для того чтобы наш благой конец был благим вся наша жизнь должна быть таковой ты должен быть мусульманин честный справедливый благонравный праведный всегда они по настроению я в мечеть хожу намаз читаю но этого кинуть ладно один раз можно кинуть заработать запретным методом или один раз зина ладно один раз можно один раз понятия нет если человек сделал один раз то там есть два а там есть постоянство и поэтому человек Аллах предупредил что шайтан его явный враг если человек недооценит это то не дай Аллах он умрет в этом положении шайтан делает все возможное чтобы проводить тебя с этого мира будучи кафиром мушриком чтобы ты был не мусульманином он все делает чтобы проводить тебя с этого мира именно таковы если он смог сделать он говорит я выиграл это называется погубил душу я прошу Аллаха исправить наши сердца ведь наши сердца между его пальцев ведь Аллах слышащий и видящий знающий прошу прошу его укрепить сделать нас правдивыми с ним и с самими собой я прошу Аллаха даровать нам благо в обоих мирах ведь он дарующий видящий знающий а а а а а а а Продолжение следует...